Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рад приветствовать вас в информационном блоке от Славянской Церкви Адвентистов седьмого дня здесь, в городе Сакраменто. Сегодня записываю это видеообращение пораньше, потому что неделя будет особенной, в конце скажу, в чем именно она будет особенной для меня. Хочу сказать, что в эту субботу в нашей церкви проповедует Василий Стойко, и, скорее всего, это будет последняя его проповедь, так как они возвращаются обратно в Европу. Это связано с тем, что они так и не смогли получить право на выезд, а Василий уже не может без афиги, как он мне сказал. Если в ближайшие пару недель ничего не поменяется, то, скорее всего, они уедут и уже будут молить у Бога возможности, если такова будет позже, чтобы они могли все же получить право на въезд в Соединенные Штаты Америки, ведь тут остается их старшая дочь, которая вышла замуж. Ну, во всем пусть будет воля Божья. Молитесь за это служение, молитесь за эту семью и за ответ Бога на ту просьбу, с которой они к нему обращаются. Также хочу напомнить, что у нас открыт фонд помощи Богдану Сыпьюку. Мы уже несколько раз повторяли о том, что это связано с тем, что Богдан попал в аварию и уже, скажем так, на несколько месяцев потерял способность работать. Но, слава Богу, все идет на поправку, и надеемся, что очень скоро уже он сможет вернуться на свое рабочее место. Но, скажем так, все эти вопросы, связанные с его лечением и с тем, что он не мог работать, они связаны, конечно же, с финансовыми затратами. И сегодня это будет последняя суббота, или, вернее, в эту субботу это будет последняя суббота, когда вас можете поддержать семью Богдана, пожертвовав фонд Outside Help. То есть, если вы пользуетесь через систему онлайн-пожертвований. Если же вы пожертвуете через конверт, то так и напишите помощь Богдану Сыпьюку. Мы будем очень благодарны вам за вашу поддержку этого фонда. Мы все еще нуждаемся в работе для тех людей, особенно, которые недавно приехали. Поэтому, повторюсь, если вы знаете, что кто-то ищет работников, дайте эту информацию Василию, вернее, Геннадию Ищуку. Он у нас ответственный за HR department, или Human Resource department. И он уже связывается с теми людьми, или с ним связываются эти люди, которые ищут работу. Поэтому будем вам очень благодарны за любую информацию в этой области. Также молодая семья с ребенком ищет недорогое жилье. Или же они готовы, скажем так, снять дом на две семьи. Будем тоже очень благодарны за любую информацию в этой области. Жилье нужно очень срочно. Поэтому, пожалуйста, если вы владеете какой-то информацией, дайте мне знать. Пишите и звоните на мой номер телефона 916-254-8182. Еще одно объявление. К нам и дальше обращаются с просьбой о том, чтобы мы помогли найти людей, которые готовы выступить, скажем так, в качестве спонсоров по программе United for Ukraine. Если у вас есть такая возможность, Дух Святой побуждает вас, мы готовы помочь в этой сфере. Пожалуйста, вновь-таки обращайтесь ко мне по номеру телефона 916-254-8182. Мы будем очень благодарны, если вы сможете принять участие в этого рода служении. По сути, это все из блока объявлений. Хочу только сказать еще одно, о чем говорил в самом начале. Я вместе со своей супругой, мы будем отсутствовать одну неделю. Едем в теплые края, так как в Калифорнии согреться очень сложно. Но знаете, эта поездка, она сопряжена с особенным служением. Мы едем в кругу наших братьев и сестер, баптистов и православных. И это будет уникальная возможность для того, чтобы вместе с ними, живя, разговаривая, рассказать им о Боге, рассказать им о вот этой привилегии, жить в согласии с Его Словом. Поэтому я очень прошу вас, чтобы вы молились не только за наш путь, чтобы мы благополучно добрались туда и вернулись обратно, но чтобы Бог использовал нас наилучшим образом для проповеди Евангелия, для поддержки этих семей, для помощи им, каким образом только мы сможем это сделать. Поэтому, пожалуйста, молитесь за эту поездку, молитесь, чтобы Бог хранил, поддерживал и особенным образом использовал всех нас. Ну и хочу также сказать, что мы продолжаем с вами молиться за Ольгу Казаренко, за Богдана Сыпюка, за нашу сестру Валентину Жигайло, за Ларису Подоляка. Мы продолжаем молиться за Алину Бегас. Вы помните, мы в субботу объявляли о том, что у нее нашли рак кожи, и ей сделали операцию, сейчас проходит гистология. Они смотрят, смогли ли они удалить полностью всю ту область зараженную или надо будет делать повторную операцию. Очень много переживаний по этому поводу, поэтому, пожалуйста, молитесь за эту семью и за Алину особенным образом. Мы продолжаем молиться за выборы в нашей общине. Очень надеемся, что уже в ближайшее время они подойдут к своему завершению. Ну и, конечно же, мы не перестаем молиться о том, чтобы война в Украине закончилась. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 8, 4-5 стихи. И тут написано. Когда я смотрю на твои небеса, работу твоих рук, на луну и на звезды, которые ты поставил, то думаю, кто такой человек, что ты переживаешь о нем? Кто такой Сын человеческий, что ты заботишься о нем? Не забывайте, как сильно Бог любит каждого из нас и как высоко ценит нас. Да будет Он прославлен в нашей самой жизни. Всего вам хорошего, дорогие друзья, и до встречи. Божьих благословений.